Ну а его соперник Артём Овчаренко, он входит в десятку его сильнейших на девятом месте. Вот он как раз на ваших экранах представляет общество «Юность Москвы». И совсем скоро, менее чем через две недели, 14 февраля, ему исполнится 17 лет. Наивысшее достижение в этом сезоне победы на международном турнире памяти двукратного олимпийского чемпиона Сергея Шарикова. Ну в других соревнованиях он набирал рейтинговые очки, но высоких мест не занимал. Даже в восьмерке не было. Участвовал в международных турнирах в Копенгагене, в Люксембурге, в Бонне. То есть входит так в ту обойму, на которую тренеры в перспективе рассчитывают. Артём, ну вот и здесь добился успеха. Как видите, вышел уже в полуфинал. Ну правда, он много уступает лидерам, поэтому даже в случае победы на первенстве России в четвёрку лучших он всё-таки не войдёт по очкам. Но может приблизиться к четвёрке и принять участие в сборе, что, наверное, для становления его как мастера тоже очень важно. Сегодня Артём обыграл Романа Фёдорова за вход в 32. Это второй номер российского рейтинга. То есть занёс в бибракте в победу над очень сильным соперником. Вот сейчас становится ближе к победе в полуфинале. Наносит первый укол. Артём, 30 секунд боя прошло. Судья боя Валериан Феоктистов. Известнейший, кстати, в прошлом саблист выступал за сборную России на этапах Кубка Мира. Сейчас Егор Ламага атаковал, но не попал. Готов? Чай. Да, Егор Ламага не раз был в числе призёров различных соревнований, но в основном это были соревнования следующей возрастной группы, 15 лет, то есть 2002 год рождения и младшая. Но был на турнире памяти Сергея Александровича Шарикова третьим, то есть это уже именно кадетская группа, и что позволяет ему, в общем-то, занимать в рейтинге достаточно высокое 12 место. А благодаря вот этому полуфиналу он наверняка войдёт и в десятку сильнейших шпажистов, что для него, конечно, для спортсмена 2002 года рождения огромный успех. Ну, у него 9 января день рождения, поэтому ему сейчас 15 лет уже исполнилось. В здании дистанции атаковал сейчас Ламага, не пустил его Чиренко, разорвал дистанцию. Ламага продолжает прессинговать Егор, в задней линии двигается Артём, не спешат оба соперника, подбирая дистанцию Ламага. Пытается работать с оружием оппонента, сдёрнулся в атаку Артём, уже одной ногой за линией, нужно ему отодвигать соперника. А Ламагу нужно... Ламаге нужно колоть в один фонарь, но в два. Ну, с другой стороны, хотя бы открыл свой счёт. Тоже немаловажный момент, но лучше бы, конечно, подсократил. Для него лучше. Артём, наверное, возразит. Разумеется. Да, Артём сейчас предпочитает действовать вторым номером, возможно, это тренеры ему так подсказали. Егор Ламага как-то ищет пути, но пока что безуспешно. Артём Овчаренко несколько повыше у него, по-моему, возможно, подлиннее руки. И вот сейчас он пытался это использовать, но Егор его встретил и как раз сделал то, что Денис, вы от него и просили, подсократил разрыв. Да, влетел в железный парад. Сейчас Артём Овчаренко поспешил с атакой. Не вовремя вышел, не подобрал дистанцию, но Егор подловил его на этом. Преимущество минимальное. Овчаренко теперь. Вот. Не пускает. Теперь Егора он до конца и равенство. Вылетела шпага в момент укола. Можно даже посмотреть, вот как разорвал дистанцию Егор и потом сам выбежал в один фонарь, уколол. 3-3 я сейчас встал. И 18 секунд всё остаётся. Напомним, поединки проявляются до 15-го укола, ну, либо 3 периода по 3 минуты. И вот сейчас счёт тоже 3-3. Стартовый спорт Артёма Овчаренко. Егор Ламага сумел нейтрализовать в самом конце периода. Вот циферки на табло побежали с десятыми и прибежали к отметке ноль. Закончился первый период. Кстати, вы знаете, возможно, если кто не знает, расскажу, что десятые доли секунды стали относительно недавно отмечаться. Фехтование это случилось после Олимпиады 2012 года в Лондоне, когда в полуфинале встречались кореянка Шина Лама и немка Брита Хайдеман. И в конце кореянка вела, но Хайдеман буквально сразу же с сигналом бросалась бежать, умудрилась нанести укол. Секунду их даже не успели практически включиться. И так она 2 или 3 укола, сейчас уже не помню, нанесла. Чисто физически, конечно, она не могла. Это кореянка протестовала, но что толку? Правила нарушены не были. Ну вот с тех пор. А было как, что если секунда не проходит полную, то возвращается время к той же секунде. То есть получалось, что время не прошло, а укол Хайдеман нанесла. Кореянка, когда осталась сидеть на дорожке, минут 15 ее уговаривали уйти из дорожки, она не уходила. Ну, потом все-таки ушла, ну, и получила бронзовую медаль тогда, ну, и изменение правил инициировала. Вот такой историей я занял вам весь перерыв. Ну, а наш студия, Ульяна Феоктистов, возвращает спортсменов на дорожку. Начинается вторая трехминутка. Счет равный. По 3 укола нанесли в первом периоде оба спортсмена, оба москвича. Егор снова прессингует, парад, репост, и уже убегая Ламага, четвертый укол нанес. Впервые он выходит вперед в этом поединке. Мне кажется, под конец первого периода Хайдеман перестал пускать в атаку Ламагу. В начале второго, наверное, забыл об этом, что нужно такую тактику использовать. И вот в атаке сначала Ламаг нанес укол и снова он его прижимает. Черенка на прямых ногах сокращает дистанцию, прошел считать. Что интересно, и участники первого полуфинала, Рафаэль Загитов и Максим Потапов, не встречались между собой в этом сезоне. И вот Егор Ламага и Артемов Черенко также между собой в этом сезоне не встречались. 4-4 сравнивает счетов. Черенко взорвался в атаке. Вот мы можем посмотреть повтор. Прыгали на месте оба спортсмена и резко вышел вперед. Готово. Артем сравнял счет. Ламага с дальней не достает. Возможно, это была ложная атака, чтобы вызвать на себя Артема. Но в итоге, кто тут бежал, оказался у задней линии, у самого штрафного укола. Вот задняя нога уже зашла. Да и передняя как-то на самой границе. Ну это хорошо чувствует дорожку, видимо, Овчаренко. А вот дистанцию не очень, потому как Ламага снова отбегает, наносит укол. 5-4. Ну как Егор Ламага сейчас прям набежал. Ну не дает шанс Овчаренко выйти в атаку. Прессингует его. Вот потому что, если Овчаренко сам идет вперед, то Ламага уже хуже защищается, видимо. Сейчас Артем сравнял счет. 5-5. Не пускает Артем. По крайней мере, пытается это сделать. Но Егор подбирается. С дальней дистанции в ногу не попал. Овчаренко в ответную не вышел. С дальней получил. Заменжевался сейчас Овчаренко. Неуверенно вышел в атаку. Вот можем посмотреть, как он семенит ногами. Что-то остановился. А поймал его. Был готов к этому. Встретил и вышел вперед 6-5. Вот что интересно. Лидеры всероссийского рейтинга у нас в этой категории возрастной являются фехтовальщики Московской области. Игорь Коровин и Роман Федоров. Но здесь не они оказались на первых ролях. Ну а представители Москвы плюс Рафаэль Загитов из Татарстана, который уже в финале. Ну а здесь у нас равенство уже опять 6-6. 44 секунды осталось во втором периоде. Ломак с дальней пытался атаковать. Не пустил его Артем. Сам тоже не рискнул. Игор снова входит на половину соперника. Не выпускает его оттуда. Дергает оппонента, Овчаренко. Такими мелкими, микроскопическими даже сказал, скачками вперед. Ну в итоге снова оказывается у штрафной линии. Время закончилось. Отправляются спортсмены на отдых. Что интересно, как и первый период, второй закончился со счетом 3-3. То есть 6-6. Я вот в это время посмотрел, кто же у нас побеждал в кадетских перенстах России. И вот можно выделить такой интересный период, когда с 1996 по 2004 год на протяжении 9 лет 8 побед одержали фехтовальщики Московской области. В том числе по 2 раза Андрей Стучков и Антон Авдеев. Зато потом пошли так в разные регионы побеждать. Но последние 2 сезона побеждали москвичи. Павел Андреяшкин в 2015 году, Даниил Беленинов в 2016. Ну и здесь вот как минимум один, ну точнее не как минимум, а просто один московский спортсмен будет в финале. Потому что второй уже Рафаэль Загитов из Татарстана. Представитель Татарстана тоже побеждал не так давно. В 2011 году чемпионом стал Константин Немтырев. Поэтому, в общем-то, такие традиционные шпажные регионы. Ну вот, за исключением, наверное, сюрприз, что нету представителей МОС-области опять же. Начинается третий заключительный период. Начинается при равном счете 6-6. Интересный поединок. Да, нет у нас какого-то тотального преимущества. Никого из спортсменов казалось, что Артемов Челенко повел 2-0 в начале боя. Будет фаворитом в этом поединке, но нет. Скорее даже сейчас Ламага в основном наносит укол, но постоянно Овчаренко отыгрывается. Да и инициатива, наверное, больше мы видим от Егора. Он больше прессингует. Вышел, попал в защиту к Овчаренко. С разворота пытался уколоть. В прыжке Овчаренко, но нет. Не попал. Пересечение линии команды Стойпела. Московская шпаги. Москва достаточно хорошие позиции имеет. Они выгодны на Кубке России. Недавно москвичи отличились. Но видите, смена растет. Хотя, в принципе, тот состав, который выиграл на Кубке России, очень молодой. Ну и в сборной страны московские фехтовальщики Никита Глазков, Сергей Бида, Вадим Анохин принимают части. Так, снова. Снова зажал Егор Ламага оппонента. На самой линии стоял. Побежал вперед, остался на месте Овчаренко. Взял защиту, но ответа не дал, схватился за голову. Как же так, я не попал, наверное, подумал в этот момент. Второй раз подряд. Защиты от ответа нету, все равно. Ну вот заметьте, сейчас прошло более минуты без един... Ооооо! Отличный укол наносит Овчаренко. Защита ответа выходит вперед за долгое время уже. Он давно, наверное, соскучился по преимуществу. А я начал говорить о том, что более минуты прошло без результативных действий, но, конечно, здесь речи не было о том, чтобы остановить этот поединок и назначить сразу дополнительную минуту, потому что было видно, что спортсмены фехтуют, пассивного видения боя нет. Овчаренко прессингует Ламага одной ногой, остался на дорожке лишь Овчаренко, но это не помешало ему нанести восьмой укол. Вот вчера подобную тактику мы видели в командных соревнованиях раперисток, где Александр Судучков тоже постоянно оставался одной ногой на дорожке, но каким-то неведомым образом носил уколы. Вот и здесь Овчаренко работает у самой штрафной линии, ведет 8-6 пока. Минута осталась, 9-й, сам вышел в атаку, нанес укол, поменял что-то, видимо, в настрое или в тактике Артема в время перерыва вышел и вот пока не позволил Егору ни одного укола нанести. Да, и впервые у нас в разрыв счете достигает 3 укола, а пошла последняя минута и очень, конечно, вероятно, что Артем Овчаренко будет победителем этой встречи. Не получилось второй раз сделать то же самое Овчаренко, поймал Егорову, хотел, наверное, Артем рискнуть, вышел во флэш, пропущу, не пропущу, главное самому уколоть. Не уколол. С дальней есть 10-й укол Артема Овчаренко. Восстанавливает преимущество. Три очка. Ой-ка, поймал. Дал понять, что побежит в атаку, резко остановился, а уже вывалился на него просто. Егор Ламага и парад репост чистейший совершил. Артем, 7-11. Ну да, за 30 секунд это очень весомое преимущество. Ну и начинает Егор пытаться спасти эту встречу. Ну, Артем к этому готов. Да, ну, мне кажется, поспешил вот с такими рискованными решениями Егор, потому что теперь преимущество уже в 5 уколов. Это очень комфортно. Вылетел в атаку, совершенно не нужно последний укол получил Егор. Прессингует снова сам Ламага, отодвигает Овчаренко к штрафной линии, в ногу не попал. И есть у нас укол, даже не увидел момента, когда он колет. Вроде как назад рука пошла, можем вот видеопровтор посмотреть. Защита, ответ. Есть от 14-й укол, попытался в прыжке сейчас Ламага нанести. Ну, можно поздравить Егора Ламагу с бронзовой медалью уже, а Артем Овчаренко в финале с Рафаэлем Загитовым. Время закончилось. Время заканчивается с двукратным преимуществом. 14-7, да. 8-1 выиграл, получается, последний период Артем Овчаренко. Ну, пауза у спортсменов и пауза у нас. Где-то минут через 10 вернемся к финальному бою, где Артем Овчаренко встретится с Рафаэлем Загитовым. Ну и мы с вами встретимся тоже в финале. Продолжение следует...